Разбираемся сегодня с расстановками. В прошлый раз то, что делали, еще раз это вспомним, кто не знает или кто не помнит. И новые расстановки изучим. Все туда. Правым боком будем идти, я так покажу, чтобы вам было видно. Захват, да? Пятку к ягодице подтягиваем, опорная нога согнута, два колена вместе. Здесь, посмотрите, одно бедро уходит в сторону, колено, это опорной ноги должно остаться, оно не двигается. После этого возвращаемся, делаем шаг вперед на пятку. Наклон и повторяем все в другую сторону опять. Раз, два, три, четыре. С наклоном, да? Поехали. Будем двигаться спиной, но посмотрите, сначала мы касаемся пола, делаем приседания, да? То есть не коленями вперед, а тазом вниз. То есть касаюсь пола в этой позиции, находясь внизу, я делаю шаг назад. Раз, два. Потом здесь поднимаюсь, да? То есть сначала сесть, потом на согнутых ногах пойти назад. Поехали. Да, и продолжай, да. Просто меняйте ногу один раз с правой ноги, другой раз с левой ноги. Смысл в том, что мы шагаем назад на согнутых ногах, а не на прямых. То, что в жизни редко бывает. Начинаю в третий раз, разворачиваю, сделаю наскок с правой ноги, имитацию нападающего удара. Повторяю все оттуда. Скрестный шаг, три прыжка, нападающий удар. Легче. Скрестный шаг, три прыжка. Да, да, начинай. Скрестный, 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 скрестный. Три человека, один мяч. В тройках с мячом. На боковой линии. Сюда тоже можно. Отдаем передачу, внимание, головой. Когда вы отдаете передачу головой, остановитесь и чуть-чуть встаньте, да? Ногами. Поехали. За мячом смена, да. Нормально. Хорош. Может, ты головой будешь пасовать? Дальше. Удар в пол, продолжаем. Догоняем, делаем легкий прыжок, передача в прыжке. Представьте, что вы хотите сделать передачу такую же головой, только теперь используете руки, да? То есть, догоняя мяч, вы должны подпрыгнуть. Я сейчас вперед прыгнул. Дай еще раз. Нужно, чтобы ваш прыжок был вертикальный, да? То есть, когда вы догоняете здесь, ровно вверх, как будто головой. И туда дальше. Поехали. Ты добеги. Ты должна добежать, как будто ты ходишь ударить головой. Для этого делали упражнение. Через центр делаем передачу. Сначала в центр, потом туда длинную передачу, да, Булат? 9 метров. То есть, кто по краям стоит, сначала в центр 4 метра, потом в край 9 метров, да? Кто в центре, просто возвращает передачу, откуда ему пришла передача, туда и возвращайте. Поехали. Смены нет. Давайте разберемся сразу здесь с Шунрогим. Вот здесь, когда вы выходите пасовать, мы не случайно сделали вот эти выходы под мяч, чтобы мяч падал на лоб, да? Если вы не доходите, то потом вы не можете сделать, посудим. Не доходите, то вы пасуете потом туда, за него, да? То есть, не вверх передача идет, а поскольку вы не дошли, вы теперь пихаете мяч вперед, локти идут вперед. Ваша задача. Принципиально важно. Вот здесь 4,5 метра, но вы должны дойти так, как будто вы хотите, чтобы мяч упал вам на голову, на лоб, да? Просто теперь, чтобы он на лоб не падал, вы заранее согните ноги и все то же самое движение, что вы до этого делали, когда били головой. Вы же головой когда били, давай еще раз. Вы же не руками махали, вы ногами, да? Подсаживались и били, то есть, посмотрите движение ног, да? И теперь то же самое, Дим, еще раз. Когда я дойду, то ногами будет все то же самое. Просто добавятся руки, да? Или в прыжке то же самое, да? То есть, я все то же самое опять выхожу на лоб и прыгаю. Просто прыгаю туда, на встречу мячу, и будет высокое взвешенное. Еще. Смены нет. ногами выходи ногами сгибай ноги разгибай ноги чтобы на голову падала на лоб ты закидываешь ему за голову полметра перед тем как делать это все посмотри где он сделай ему ровно на голову передачу смотри на него ты смотри где он смена у каждого новое место все втроем поменялись поехали центральный в прыжке мяча еще нету вы хотите его побыстрее поснуть руками вы не можете начинать выпрямлять руки пока не начали выпрямлять ноги еще раз кидайте выше сначала доходите до мяча потом начинаете выпрямлять стопы потом колени потом руки да то есть сначала ноги ноги а потом ноги как бы передают импульс в руки чуть-чуть ноги раньше а руки чуть-чуть быстрее да то есть ноги начинают а руки догоняют и обгоняют еще где бы он не стоял можно дойти до мяча и как бы он плохо не кинул ты можешь дойти до мяча подсесть и сделать высокую в этом и смысл тебе и в игре так же будут херово доводить и он также кто-то будет не доходить тебя задача ему на башку мяч приземлить вот и делай перерыв попить воды увеличим чуть-чуть расстояние до примерно 6 метров у обоих он принимает сначала мне то же самое да что до этого делали я делаю передачу ему на три метра вот сюда взвешенную ты отдаешь туда сейчас пока без прыжка пока просто структуру память когда ты отдал туда вместе с мячом я перешел сюда теперь дима мне принимает я возвращаю диме перехожу сюда то есть кто находится в центре он выполняет две задачи первая задача выйти под мяч 2 сделать передачу на белую линию высокую передачу потом перейти и там пасовать моя задача каждый раз доводить ему мяч на голову то есть в идеале он вообще вот пришел стоит на меня смотрит никуда не идет яму раз сделал передачу и мяч должен прилететь ему ровно вот на лоб да чтобы он никуда не бегал не там не падал ничего не было боря ноги сгиба руками стоишь делать сейчас нюансы во первых не забывайте что вы должны доходить до мяча во вторых кто связующего здесь за которые под сеткой находится давайте договориться что вы не будете пасовать спиной к сетке так волейбол не играют обычно да то есть обычно пасуют боком сетки левым правым как вам удобно по сути боком да то есть будет принимать я здесь стою боком могу выйти лицом но когда пасую стою боком к сетке боком к моему нападающему да все то же самое только боком поехали сейчас разберемся смотрите да бывает там какая-то неудачная передача и там мало времени вы не успеваете быть и так далее самая большая ошибка это играть на прямых ногах то есть может быть он плохо мне посудит борь по сути это если я стою на прямых ногах то я потом ничего не успеваю и просто там руками пихаю как-то там да потому что ноги прямые и не с вами дойти и когда нужно разгибать ноги а наоборот их сгибаю понимаете все наоборот поэтому изначально он там когда человек делает мне передачу я должен обязательно согнуть ноги и начать двигаться на согнутых ногах а когда я приду я их уже разгибаю они меня согнутые всегда то есть я играю волейбол всегда на согнутых ногах согнутые колени чуть-чуть оторванные пятки борь давайте еще раз в этой позиции двигаюсь колени смотрите раз два три разогнул опять согнул опять 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 согнул все время согнутые ноги да вы не должны стоять на прямых ногах вот так эта ошибка еще а вот дошел там очень много времени очень дергаешься быстро он только пасует и сразу дергаешься потом окажется не туда дергаешься тебя куча времени он высота подожди ты точно выйди тогда успеешь не торопись здесь посмотри нет еще один по своему выше сам ты сам спокойно подойдешь да все там есть время до потолка пасует ты начинаешь дергаться потом мимо потом еще куда-то танцуешь дойди спокойно два шага вместо пяти два шага все дойди да здесь то же самое жди два быстрых коротких шага раз два три было чувствуешь лишние шаги лишняя суета она не нужна ты посмотрел где раз два смотри раз два все там два шага все выходит ну естественно они должны быть точные да лучше два точных чем восемь не точных смена здесь пока смена еще раз посмотрите есть нюансы да то есть ваши плечи слегка всегда впереди я про это говорил в начале и когда вы видите что мяч летит куда-то не к вам не нужно суетиться не нужно самое главное выпрямлять ноги не нужно опускать руки то есть в этой же позиции туда в два шага в коротких раз два я перешел я уже здесь и разгибаю ноги здесь если один по суставу мяч здесь посмотрите 1 2 3 пришел опять головой выхожу все время да то есть я не суечусь у меня задача то же самое что мне мяч упал на голову а потом когда я по сумме ну что мяч упал моему партнеру на голову поэтому еще разборь когда здесь я прихожу под мяч голова 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 когда голова пришла тогда уже можно выпрямлять ноги пока голова не пришла многие руки выпрямлять не нужно еще поехали Смена. Вернулись в первую, да? Разогрелись. Это все была разминка. Серьезно говорить. Дайте на мяч. Здесь, Дим, ты с мячом. Все то же самое, как в начале, да? Вернулись в первоначальную. Здесь мяч, здесь у нападающего, там наоборот. У Жолдыс будет мяч. Дай, пожалуйста, тиска туда. Здесь у Ярослава. Да, там у Игоря. Вот те люди, которые сейчас с мячами, ваша задача очень простая, да? То есть вы отсюда, своего же нападающего, то есть вы делали передачу. Теперь не передача, теперь у вас будет легкая подача. Шести метров. Можете нападающий удар делать, но я вам рекомендую начать с подачи. Здесь левая нога впереди. Про подброс вспоминаете, да? То есть высоко не нужно поднимать. Ровно в середину мяча. Основание ладони в середину мяча. Вы можете как угодно бить, но в середину мяча вы просто обязаны попадать. Раскрываете ладонь. Большой палец, мизинец чуть-чуть напряжены. И этой напряженной ладонью в середину мяча, если попадете, то мяч пойдет ровно, и они его будут разыгрывать. Борь, возвращай. Нет. Ты не нападаешь. Принимаете. На Диму также, да? Дима также пасует на 3 метра, и вы также сверху просто мне отдаете. Я ничего не делаю, я просто словлю, повторяю все заново, да? Опять, здесь левая рука с мячом. Правая уже, посмотрите, уже нашел середину мяча, все, вот сюда буду бить, вот здесь буду бить, да? Сюда поднял руку и жесткой рукой ударил. Посмотрел, да? Видели? Чуть-чуть у меня вправо улетело, чуть-чуть. Значит, я когда бил, не совсем в центр попал, а чуть-чуть влево попал, и поэтому он слетел. Думаю, так, еще раз ударю, да? Поточнее, вот в середину ровно сейчас опять, да, Боря? Вот сейчас ровно ударил. Он даже не крутился, потому что я ровно ударил, да? Вернули, молодцы. Поехали. Один подает, второй принимает, третий пасует. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, с подающими разобрались, давайте теперь с принимающими. Вот все, что мы делали до этого. Дима, пасуй высоко. Высоко, пасуй, пасуй, пасуй. Выходил, да, лоб, голова, ноги, все работало. Вот теперь, когда он меня подает, все то же самое. Только теперь мяч будет не вот такой, а вот такой. Времени будет мало. Дима, подавай. И здесь я так же ногами выхожу. И так же голову хочу туда под мяч засунуть. И так же в момент, когда все прилетает ко мне в руки, вот здесь я не руками дергаю, а ногами встаю, чтобы все-таки вверх поднять. И я так же должен стараться сделать высоко и удобно для моего связующего. Еще. Да, 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 шагай. Он криво подал, а ты тянешься ногами. Разница в чем? Ты можешь не дойти, это понятно, что он криво подал. Вот он подал, я хочу, чтобы ты ногами голову нес, да? А он летит, ты это видишь, ты это видишь, ну ты тянешься. Два шага сделай, уже будет пользы. Понимаешь? А так никакой пользы не будет. Давай еще. Вот, да, супер. Да, супер. Ногами, все в ногах. Смотри. Понятно, что он кривой? Твоя задача ногами реагировать на мяч. То есть, если он подал 40 метров за тебя, сделай, 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 сделай. Не успел, да? Не важно. Главное, чтобы вот ты научился, у тебя вот эта привычка выработалась. Когда он подает, что ты не руками тянулся. Еще, еще Ярику дай. Вот ты готовишься, готовишься. Сейчас только ноги будут. Ты, 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 ты. Вставай. Только ноги. Вот не важно, куда. Давай, да. Только ногами. Да, да, да. Дай нам, Настя, пожалуйста. Смотри. Первый делаешь идеально. Вот Настя себя подает. Ты приходишь, делаешь согнутые ноги. Уже согнутые. Ты сразу молодец. Все, Искандеру принимаешь. Потом Искандер тебе дает хорошо. Ты приходишь, вроде тоже приходишь. Но ты приходишь на прямых ногах. И потом тебе нужно садиться, и ты не успеешь пасовать. Еще раз, да? То есть ты приходишь, согнутые ноги. Искандеру принимаешь, и опять ноги согнутые. Здесь опять, опять, опять. Опять, когда на Насте тоже согнутые ноги. Два раза у тебя в момент контакта с мячом, у тебя ноги согнутые, ты их должна выпрямлять. Согнутые. Давай, давай. Нормально, молодец. Попадай. А? Сейчас нам надо вот это разобраться. Еще раз. Сам принимает, сам нападает. Я уйду сейчас. Давай. Смотрите за мной, вы смотрите. Здесь вместе с приемом я ухожу и не нападаю. Еще раз. Я освобождаю ему это место, сам готовлюсь нападать в третьей зоне. А здесь, в четвертой зоне, нападает он, который принимал. Да. Пошел прием, я ушел. Он напал, я тоже ушел. Новый зашел. Влад, заходи. Булат, заходи. Боря, оттуда заходите. Все только оттуда. Да. Понял, да? Давай. А он просто, типа, водил, но нам не пасует, да? Пока, да. Дальше. Заходите. Можно пока ловить, да. Ярик, он не может паснуть с такого приема никому. Ты стоишь, мяч пихаешь и не выходишь. Ян, зайди в корт. Заходи, заходи в нож желтый. Зайди. Да. Дальше. Можно чуть быстрее меняться. Больше пользы будет. Посмотрите, какая идея, чтобы в темп попадать. Самое сложное здесь темп. Вот мяч, который от Ярослава. Медленно и до Димы. Иди с мячом, медленно. Вот мяч идет к Диме, и я вместе с мячом тоже иду к Диме. И вот когда мяч приходит к Диме, я тоже прихожу к Диме. Вот в этот момент я должен уже здесь прыгать и бить. Самое основное, да? Смотри, задача, самая важная задача для этого человека. Он не принимает, и он должен угрожать атакой в середине, да? И вот если до него мяч дошел, значит, и ты должен дойти. Ну, тебе ничего не мешает, да? То есть при любом раскладе, когда у него мяч, ты тоже возле него будешь. Ярик, принимай, я покажу. Как быть, что ни случилось, ты должен там быть, когда у него мяч. Если по какой-то причине ты здесь остаешься, то вот этому нападающему теперь тебе на голову приземлится, да? Не важно, даст тебе Дима, не даст, как там он принял, не важно. У тебя задача простая. После приема быть на связующем, у него на голове. Давай. Пасуй и в три, и в четыре. Сам смотри, если пришел, давай. Дальше. Дима, пожалуйста, на эту сторону, на блок. Я верну? Да, один. Продолжаем, да. Сейчас, еще раз. В какой-то момент вы забываете то, что мы делали в начале. Вы здесь принимающий, да? Вы должны... Я к каждому подходил специально. Подавай, Искандер. Как бы он там криво не подал, вы должны свой лоб принести к мячу. То есть вы должны прийти вот в эту позицию. Тогда с вами можно играть. То же самое вот здесь, связующий. Ты не можешь стоять с опущенными руками на прямых ногах. Вот он даже если вот так принял, приходи сюда, залазь вот сюда и пасуй, и потом говори, куда ты, блядь, принимаешь. Но ты должен сюда залезть сначала, потом можешь принимать ему претензии, да? Ну, чтобы он увидел, куда ты принимаешь. Да. С вами понятно, да? То есть отсюда приходите, нападаете. Что добавилось? Блокирующий один. А ты должен его обыгрывать, а ты должен поймать. Нет задачи прям зачехлить, но ты должен попытаться прочитать, где будет атака, и там хотя бы обозначить блок, да? В три или в четыре. А ты должен скрыть это, да? О! Первый раз сыграли. Низкая это, Боря. Играем. Играем. Дальше. Нормально, пойдет. Большие переходы. Потом нападать надо. Переходы. Була, иди, переходи. Влад, пожалуйста, зайди на блок. Настя. Хорошо. Прыгай, прыгай, бей. Когда у меня мяч в руках, уже не жди меня, а уже начинай бить. Еще раз, еще раз. Серединку мяча. Хороший. 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 Еще раз. Все раз. Ну да. Не-не-не, сверху принимай. А прихожу, да, стою еще. Подай еще, Желдес. Желдес. Грайн, доходи. Да. Ты затягиваешься, уже бить надо, ты все висишь. Не надо, не надо. Смотри еще раз, насколько ты промазал. Я вот здесь. Да. Да, разбирайтесь, не важно. Играем. Хорош, хорошо. Играем. Только вперед не прыгай. Блин, ты смотри, где мяч, он на тебя падает, а не на меня. Играем, играем, давай. Долго шел, опоздал. Ты раньше меня приходишь на мой мяч. Играем. А теперь надо быстрее, да, наоборот, потому что Ярик низко принял. Ян, давай. Ну, с ним. Это ты с ним обсуждай. Еще раз здесь, еще раз. Доходи, не тянись. Ни одна нога, две ноги на полу. Давай. Нет, еще раз, повтор. Ты не доходишь, ты дотягиваешься, мяч трогаешь, он за тебя падает. А должен мне на голову падать. Ну, почти на голову, да? Да, давай, Тима. Ты принял, мы сразу забили, видишь? Если ты примешь, чем... Идем, идешь? Ты идешь передо мной на голову, спереди, просто на взлет. Играем. Боря, идешь? А я не даю тебе. Да. Еще раз, мешаешь ей принимать? Кто падает? Видишь, как неудобно? Я его не вижу, он меня не видит. Потому что ты не доводишь. Заново еще раз. Не, не, сейчас еще. Да, здесь. Низко, она не успевает, потому что ты низко доводишь. Да. Даем меняетесь. Да. Влад, заряжай. Тима, давай. Игорь, готовьтесь. Не, не идешь же. Да, еще раз. Вставай, Игорь. Вы вставайте вперед. Дайте мяч. Дай, дай, просто дай. Просто не было. Смотрите, еще раз. Когда вы оттуда выбегаете или отсюда выбегаете, неважно. То есть, идея какая. Держите мяч. Когда мяч в руках у связующего, неважно, вот, начинается касание. В момент его касания вы должны закончить все свои перемещения. И вот здесь рядом с ним, у него на голове, ну, короткая передача, да, подразумевается. Уже в воздухе начинать бить. Пасуй. Чтобы сделать быструю, короткую атаку здесь. Если по какой-то причине, смотрите. Держите. Когда я еще вот здесь, я еще иду, опоздал. Если я вот здесь стою, опоздал. Это все опоздал. В момент, когда у меня мяч в руках, вы передо мной должны уже начинать бить. Уже бьете, по сути, вот в этой позиции. И тогда, это будет, в этом будет смысл. Мы будем обманывать Диму. А когда вы здесь стоите, то смысла нету никакого. Он просто придет и зачехлит нас. Я вам медленно дам, вы медленно придете. Коротко и быстро. Давайте еще раз. Тима, подавай. Прыгай, бей. Не жди меня. Если у меня мяч в руках, я тебе его дам. Бей, бей, бей. Да, типа такого, молодец. Ярик, давай. Ты смотри, где мяч. Я еще сам не вышел. Ты у меня закрываешь, я не могу выйти к мячу, потому что ты должен подождать. Близко, да, подошел? Да, вот смотри, видишь, я хотел выйти под мяч, а ты здесь уже стоишь. Я как выйду? Я не могу выйти. Понял. И ты сам не видишь, где мяч. Ты подожди сначала, вот я под мяч, потом ты под мяч. Еще раз, давайте, я расслаблю. Влад, еще раз подай сейчас. Вот, смотри. Иди, 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 иди. Если я вышел, что ты ждешь? Да. Кто? Ян, давайте. Нет, не принял, еще раз. Я здесь, голова здесь. Хорош, пойдем, Игорь. Хорош. Да. Играем. Идешь. Готовы? Боря, давайте. Дальше. Уже, уже, прыгай, Игорь. Игорь. Еще раз. Боря, еще раз заходите, Борис. Да. Дэ. Боря,这是. Еще раз. А че ты стоишь? Все устали. Еще раз. Ничего не получается. Еще раз. То, что вы мяч пихаете, прием не случается. Надо дойти ногами. Дальше. Его нету, ты не доходишь. Ты ходишь руками помахать, чтобы у нас самой все случилось. К чему у вас двое пришло? Хорошо. Кто нападает? Вы сейчас двое же побегут, тогда, Игорь, выходите сейчас. Все, хорош! Два Димы, Ярослав, Тимур и где вы? Ярослав, ой, Ярослав сказал, да? Булат и Искандер, вы там. Давайте одну партию сыграем, время уже мало. Быстрее пей! Субтитры сделал DimaTorzok